Когда Гитлер пришел к власти, Австрия жила очень хорошо, имела много масла. Пришли немцы и сказали, что маргарин полезнее масла, и заменили масло на маргарин. Это очень хорошо и не вредно. Мы принесли вам здоровье и счастье. Маргарин полезнее масло на маргарин. Парад в Киеве. Демонстрация военной техники и сегодня вызывает у киевлян чувство гордости за свою страну, хоть и бывшую. Выдающиеся наши земляки-полководцы наверняка порадовались бы, глядя на такое. Если бы, к примеру, губернатору Киева Михаилу Кутузову или командующему Александру Суворову досталась хоть одна такая боевая единица, они бы освободили не только Европу. Но сегодня все изменилось. Имея самую сильную армию в мире, внуки и правнуки выдающихся киевлян сдают позиции одну за другой. Назвали себя транзитной почему-то державой, надели иностранные формы, позволили военным гостям не только ездить по Крещатику, но и плавать в наших морях. Гости же, гуляя сегодня по Киеву, искренне радуются тому, что их латинские буквы и надписи заняли место азбуки Кирилла и Мефодия на всех домах Крещатика. Они в недоумении. Почему это у вас сняты кресты милосердия с автомобилей скорой помощи? В недоумении и киевские школьники. Зачем тогда киевский князь Александр Невский бил крестоносцев? Зачем дочь Ярослава Мудрого во славу Киева правила Франции, а Сергей Королев завоевывал космос? Наблюдательным гостям сегодня по душе и строительный размах в Киеве. И даже автомобильные пробки, ведь это их деньги, их автомобили, как говорят сегодня, крутятся здесь, давая работу там. А что киевляне? А киевляне, отдыхая по всему свету и вкладывая миллиарды долларов в экономику других стран, в считанные годы все поняли и тоже научились видеть, считать и сравнивать. Предлагаем вашему вниманию рассказ о том, какой увидели Европу герои нашего фильма сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Нет, это не Париж. А что же это? Может, Стамбул? Ну, хорошо. А так? Тогда так, Париж. Отъедем. Узнаешь? А это? А это Париж. Так. А так Стамбул. Ты хочешь сказать, что это тоже Париж? И это Париж. Конечно. Это 17-й квартал, район богачей. Здесь живут наиболее состоятельные люди Франции. Такой центр Парижа сегодня. А на этой улице самые модные дома Парижа. Гуччи, Дольче Габбана, Роберто Ковалли, Гермес. Вот это они? А я представляла это не так. Я думала, там так красиво. Ну, хотя бы так, как у нас на новом вокзале. Если вы хотите увидеть Европу красивой, ухоженной, опрятной и сытой, вы ее увидите именно такой. Из окна экскурсионного автобуса или по телевизору. Эйфелеву башню, как правило, вам покажут с этой точки, а не с этой. Елисейские поля с этой. В туристическом буклете, скажем, город Мюнхен, скорее всего, будет представлен пивным фестивалем. Испания коридой, а Италия, конечно, в Венеции. Это, так сказать, хорошо исполненный фасад Европы. Известная телеведущая Светлана Сорокина рассказывает нам о том, как прекрасен Париж и как хорошо и сыто живется в нем, кому бы вы думали, русской стриптизерши. Она даже купила автомобиль. Нужно это или нет, но после программы наверняка многие наши женщины отправятся за счастьем туда, откуда им показывают такие увлекательные сюжеты. С другой стороны, как говорят, шило в мешке не утаишь. Но скажите, откуда в благополучной Европе тысячи сгоревших автомобилей на улицах и ни в одной стране? А ведь это по количеству техники почти Курская битва. Эти кадры облетели весь мир. А такие кадры показывают мало. Это не принято. Эти крошечные заметки нецентральных газет приоткрывают нам некоторые тайны. Здесь говорится о том, что страны Западной Европы сегодня находятся в самом большом экономическом кризисе со времен Второй мировой войны. В Германии молодежь грабит богатые рестораны, а награбленные продукты раздает бедным. Значит, такие тоже есть. Власти Берлина решили восстановить памятник Ленину. С чего бы это? С одной стороны, Европейский Союз присоединяет к себе все новое государство. А с другой, такие революционные неприятности. А велико ли в таком случае европейское благополучие? И хватит ли его еще хотя бы для одного члена европейской семьи? Ой, как красиво вокруг! Какие цветы, дома! Все выкрашено! В каждом дворе машина! Я же говорила тебе, что здесь европейский рай! Согласен! Только зачем же так сразу соглашаться? Хотя бы поживи, присмотрись! Я бы хотела сравнить европейское сообщество с большим лугом, наполненным цветами, где трава зеленая и цветы, они много их, они разноцветные. В экономическом контексте ЕС – это очень сильная держава. Она одна из самых сильных держав на нашей планете. Квартиры ухоженные, все везде стоит на своих местах. Люди чистые, не воняют. Как мне кто-то говорил по пути, что в Германии где-то люди не моются в ваннах, потому что дорого. Что это? Это сок, кусочек мяса и салат. Ну и что? Посмотри на чек. Это стоит 19,80, почти 20 евро в каком-то придорожном кафе. И что? А то, что такое скромное питание, обходится 60 в день, 1800 в месяц. Ну и что? У них же зарплаты не такие смешные, как у нас. Наверное, 1800 для них – не деньги. Зарплата неквалифицированного рабочего не доходит даже до 1000 евро. Если работа в две-три смены – 1200. 1000 евро. Сейчас приблизительно 1300 евро. Сын работает полицейским, его зарплата – 1200 евро. Средние зарплаты небольшие. 1200, 1300. Моя мать служащая в банке. Зарплата – 1200 евро. 960 евро. Это на нас с двоих женой. Есть масса людей, которые зарабатывают 800, 700, 900. Если уж говорить об этом, то может быть 850, может быть, средняя зарплата. Но не 1200. У меня зарплата – 1500 евро в месяц. Да, это тяжеловато, приходится себя ограничивать. В Италии на 1500 евро невозможно. Моя пенсия – 566 евро. Ты хочешь сказать, что у всех не хватает даже на двухразовые питания в каком-то придорожном кафе? Не знаю, смотря, как питаться. Если отсюда отнять это, то хватит. Что это? Ценник продуктового магазина «Вены». 100 грамм колбасы стоит 3,99. Не 4, а 3,99. Килограмм почти 40 евро. Ну и что? Этот пенсионер на свою пенсию может купить не больше 5 килограммов такой колбасы в месяц. По 150 граммов в день. И все, как в блокадном Ленинграде хлеба. Ну ты загнул. Наверное, так живут не все. Согласен. 200 граммов. 750 евро стоит аренда квартиры. 150 евро я плачу за свет и электроэнергию. Содержание машины обходится 300-350 евро в месяц. Я думаю, в месяц из полторы тысячи евро у меня уйдет... Тысяча уходит у меня. Только налог на автомобиль 700 евро, а со страховкой 1500 евро в год. Расходы на содержание парадного, крыши и всего дома, ремонт. За всякие услуги я плачу еще примерно 150 евро в месяц. Если даже человек экономный, у него приблизительно может остаться от 400 до 300 евро. Средняя статистическая итальянская семья, такая как мы, получает в месяц в среднем от 1300 евро. И все эти деньги, получается, как идут на расходы по статьям. Отопление, вода, еда, бензин, страховой полис на автомобиль. Если у тебя есть дети, то у тебя ни копейки в кармане в конце месяца не остается. Субтитры создавал DimaTorzok 30% из тех денег, что я зарабатываю, у меня уйдет на коммунальные услуги, на оплату платежей квартиры. Ближе, наверное, к 70%, потому что самое главное, самое основное, конечно, жилье. 30% у них остается для жизни. Они живут и работают фактически на оплату этих налогов, коммунальных услуг и выплатят кредитов. То есть у них остается совсем-совсем немножко, где-то процентов, ну, дай бог, 10, если, от своей зарплаты, которую они могут потратить на себя в месяц. Все думают, что в Европе все так легко. Люди, которые не живут в Европейском Союзе, они глубоко заблуждаются. Остается, если 300 евро, то, в принципе, эта жизнь не так уж и хороша. Я не поверю, что все так плохо, пока сама все не увижу. Мы снимаем фильм о том, как живут простые люди в Европейском Союзе. Хотим взять интервью, только не в дом. А где ваш хозяин? Его нет, он не умер. Всю жизнь ремонтировал крыши, а теперь живет в доме престарелых. В нашей речи молодежь употребляет слово «блин», и они употребляют «битая», «данкая». Это у них так. Они обязательно добавляют «битая». Пожалуйста. Что это? Как ты думаешь, что делает эта француженка в машине в 6 часов утра? Я думаю, она расчесывается. А почему она расчесывается в машине в 6 часов утра? Ну, не успела. В гостинице или дома. Правильно. Запотевшие стекла говорят о том, что она спала прямо в машине. И все эти водители тоже спят в машинах. И туристы, едущие на отдых, тоже. Что из того? Послушай, если у тебя есть деньги, ты будешь ночевать в машине. Ты ужасен. Гостиница «Хат Агнис» находится рядом с центральной трассой Марсель-Барселона. Глядя на эти кадры, трудно представить, что такие условия проживания возможны не у нас, а в самом центре Евросоюза. Цены за такой номер не являются по меркам Европы высокими. Всего 37 евро. Однако водители и туристы предпочитают не ехать в лучшую гостиницу, экономить и это – спать в машине прямо во дворе гостиницы. К чему такая жесткая экономия? Телевизору все-таки не говорят не все. Они говорят мало о том, как реально живут сегодня в Западной Европе. Постоянно растет процент австрийцев, которые не могут платить арендную плату за квартиру. Этого опроса никогда не стоят. Рабочая ситуация очень сильно поменялась, потому что сейчас существуют агентства временной работы. Нет постоянной работы. Поэтому многие агентства, которые сейчас появились в Италии, предоставляют на фабрику работу на 2-3 месяца. С временной работой, конечно, невозможно потянуть до конца месяца. Наши люди, в общем-то, очень плохо информированы. У меня совершенно не остается свободных денег, которые я могу потратить на свои удовольствия, сходить в ресторан либо в театр. Австрия – самая развитая страна Западной Европы. И несмотря на это, из 8 миллионов жителей, один находится на границе черты бедности. Баланс рождаемости и смертности стоит в сторону смертности. Если вы курите, то налоги гораздо выше. Можно говорить даже об удвоении. Те, кто садятся в нетрезвом виде за руль, тоже рискуют быть оштрафованными очень сильно, потому что штрафы бывают от 1000 евро до 1700 евро. ПОДПИШИСЬ! 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 РЕБО! ну это вообще чудо бросаешь в автомат 60 центов а он гребет 1 евро и без всякого стыда дает нам квитанцию на 1 евро таким образом ворует туда дуй а оттуда живописные пейзажи южной франции не самое бедное место в европе опрятные и ухоженные поля вызывают уважение земледельцам работающим на этой не черноземной почве в условиях теплого климата где дороги можно строить почти без битума роскошных домов и ферм не наблюдается даже вдоль центральной трассы деревянные линии электропередач отслужившая свой срок старые покрышки собраны для отопления хозяйств более чем скромные постройки на пространстве в сотни километров говорят о том что здесь экономит люди живущие в этих краях вряд ли похожи на богатых инвесторов о которых нам говорят приверженцы европейской модели что это это квартира так живут европейцы и европейки как видишь не бедна а это и Их холодильники заполнены до отказа. Смотри, сколько бутылок не выпьет и сегодня же. Что ты на это скажешь? Почему у них люди всегда улыбаются? Эта квартира не моя. Я арендую ее за 750 евро у компании. Квартира не моя, я плачу примерно половину зарплаты за аренду. Если рабочий работает один, он не может до конца месяца дотянуть. Он не может ничего отложить в конце месяца. 60% немцев, может быть даже и выше, живет на съемном жилье. И от этого это первый пункт в расходах, так сказать, и очень большой. Средний испанец должен работать как он, так и она. Иначе им, в общем-то, даже не пройдет. Упаковка аспирина в Италии где-то 6 евро. Самый большой расход перед школой это порядка 500 евро. Конечно, это тяжело накопить. Сейчас очень маленькие возможности откладывать деньги, потому что мы все живем в основном кредит. Очень все подорожало и мало кто имеет возможность откладывать деньги на будущее. Я хожу в самые дешевые супермаркеты, ищу дискаунт, иначе не выжить. Для того, чтобы заработать на жизнь, надо работать каторжно, и об этом нигде не показывают. Нормально, что когда будь то мэр, будь то любой представитель департамента или советоправления, у него еще есть непосредственное место работы. И это как бы не считается зазорным, а наоборот. Очень хорошо, что я могу каждодневно на своем рабочем месте, в своей лавке, принимать в неформальной обстановке. Стефания, в вашей пиццерии можно пообедать? Я обращаю внимание, чем мы отапливаем, почему наша квартира стоит дешевле, чем другие. Внизу каждый из нас имеет хозяйственную такую кладовочку. Вот у меня там стоит 18 мешков дров, уже заготовленный. Мы топливный прессованным брикетом тоже покупаем. Я себе заготовил на зиму дров. На отопление мы тратим примерно 600 евро в зиму. Хотя у нас солнечная сторона, достаточно теплая. Отопление мы платим тоже где-то 120 евро в месяц. 600-700 евро в месяц достаточно для того, чтобы я платил свои внутренние расходы. Они приходят, у них холодрыг, они включают эти обогреватели, догревают до 20-23 максимум. И то, и тратят на это бешеные деньги. По себе скажу, у меня комната, средняя температура в комнате была около 12 градусов, поэтому я включаю обогреватель, получается, около 14, погода не делает. Я купил себе спальный мешок и просто не включал обогреватель. Обратите внимание, такие расходы терпят европейцы в странах, где средняя температура зимой на 10 градусов выше, чем у нас. В Ницце, к примеру, зимой плюс 18. Несмотря на это, дополнительные окна сегодня устанавливают прямо поверх здания. Раньше здесь были одинарные. Видать, дело плохо. После расширения ЕС всех итальянцев это ударило по кошельку. Все подорожало в два раза. То, что мы имели раньше в Голландии, это был в чистом виде развитой социализм, где не было богатых, но не было и бедных. Фактически мы, рабочие, потеряли половину дохода с приходом евро. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок С левой стороны от нас знаменитый мыс Миллиардеров, мыс Сан-Жан-Каптера, а с правой стороны мыс Ниццы. И вот эта натуральная бухта является тем местом, откуда начиналась история Ниццы. Наши соотечественники, украинцы, они приезжают с телохранителями, есть по 10, 15, 20 телохранителей, снимают себе свиты, апартаменты для телохранителей, и про них уже складывают легенды, как в свое время лет 10, 15, 20 складывали легенды о пребывании здесь на Лазурном берегу арабских шейхов. Сейчас мы находимся в стране, где сконцентрированы все капиталы мира, где приезжают самые богатые люди мира. И мы находимся в самом центре Монако, в Монте-Карло. В Европе никогда не видели людей таких богатых, как новые украинцы и новые русские, которые сюда приезжают, для них не существует цена денег, они покупают самые дорогие вещи, они обедают, ужинают в самых дорогих ресторанах, живут в самых дорогих отелях, берут на прокат самые дорогие красивые машины. Когда были выборы на Украине, постоянно крутились съемки Майдана, как люди вышли на Майдан для того, чтобы изменить свою жизнь, изменить свой строй. И французы очень переживали за исход оранжевой революции. Сейчас они могут поставить памятник Майдану, потому что граждане Украины сейчас могут приехать, заказать в отеле «Де Пари» «Свит Черчилля» за 6 тысяч евро в день и обедать и ужинать, чаще они и обедают, и ужинают в ресторане «Луиканс». Зачем люди мерзли на Майдане? Что они получили в результате этого? Те, кто на Майдане, привели к власти тех, кто приезжает сюда и тратит по 10 тысяч евро в день и говорят по-русски. Одна, едина, на целом свете, с твоего имена солнце свитит. Одна, едина, одна, едина, моя тридна Украина. Одна, едина, одна, едина, моя тридна Украина. На сегодняшний день я вечером никуда не хожу. Нужно работать, просыпаться рано. Смена по 12 часов. Я работаю по 15 часов в сутки, моя семья тоже. Я работаю по 60 часов в неделю вместо 40 по закону, чтобы содержать такую квартиру, чтобы выжить. Покажите мне, пожалуйста, у нас какой-то булочный магазин, который работает с 5 часов утра. Свят увольняет поголовно всех. Совсем не уверенно рабочие чувствуют себя. Открываешь газету, это как боевой бюллетень. Начали с таксистов. Таксисты, аптекарские работники, адвокаты. Я противник Евросоюза и не одобряю эту политику. Мы надеялись, что все будет лучше, а получилось так, что намного хуже. Наверное, я последнее поколение Бауэра, которые работают на этой земле. Живут в основном капиталисты. Сейчас большая безработица не только во Франции, но и во всей Европе. Миллионы бедных людей без работы. Главные проблемы экономические. Много употребляемый медицинский препарат – это не аспирин, как вы думаете, а валиум. Это антидепрессант. И это очень страшно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Поглибление интеграции в европейском экономическом системе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Жить в Европе очень хорошо. Полурай! Полурай! Что происходит с обычным молоком? Молоко, как ни крути, по жирности и есть молоко. Но компании, чтобы хоть как-то выделиться в конкуренции, начинают добавлять кто кальций, кто магний для здоровья. И в результате мы получаем молоко-не молоко, гораздо дороже обычного. Люди просто запутались, как не нарушить здоровье. Вы бы видели, как выращивают фрукты и овощи без грамма земли на физрастворе. Если бросишь их об пол, то и помидоры, и клубника отскакивают от земли и почти не отличаются по вкусу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я живу здесь 19 лет и действительно вижу, как живут австрийцы, и какие изменения происходят в последнее время. Ну, должна вам сказать, что обычная средняя семья австрийская прожить на зарплату одного главы семьи мужчина не может. Здесь обязательно должна работать женщина. Вообще, все здесь в основном живут на кредиты. Такие люди живут в долг. О чем говорят ветряные электростанции в странах, где мало ветра, солнечные батареи, где мало солнца? Тройные окна начали устанавливать там, где никогда не было мороза. И зачем это в 12 ночи выключать свет на улицах всего Парижа? Что это – бедность или богатство? Субтитры делал DimaTorzok Люди пусть не думают, что это действительно Европейский союз – это рай. Это иллюзия. Это просто-напросто обманчивая иллюзия, которую придумали капиталисты для того, чтобы обогатиться. Поглибление интеграции в европейском экономическом системе. Завтра, если ему скажет Фабриция, хочешь открыть дело на Украине или в России, он скажет да, потому что тот опыт, тот позитивный заряд, те человеческие отношения, которые были у него с представителями простых людей. Эти человеческие отношения, их нельзя сравнить ни с чем. Европа интересуется Россией в плане новых идей, очень хороших инженеров. Россия, она считается сильной державой и здесь на нее смотрят как на таковую. Украина. 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 Время, наша Украина. Набутя Квенбург. В Европейском Союзе и НАТО. Субтитры подогнал «Симон» Что это опять? Это колючая проволока. А это? Это вышки для охраны частной собственности. Это же кукурузные поляне, концлагерь. Согласен, но в пяти километрах отсюда родина Гитлера. А как же зайти в лес? Для того, чтобы зайти в лес или погулять по лугу, нужно перелезть через проволоку. А также сетку, ограду, шлагбаум и штыри. Почти везде нас сопровождают не только камеры наблюдения или всевозможные запрещающие конструкции, но и холодное оружие, колючки, пики и ножи. Вам не навязчиво показывают, сюда нельзя, а здесь не место. Хорошо устроенный европейский дом сконструирован так, что вам непросто заглянуть туда, куда не следует. Если вы все же решили рискнуть, отклониться и зайти, так сказать, с черного хода, перед вами откроется потусторонний мир, причем он окажется иной раз даже ближе, чем вы можете себе представить. Ну скажите, что находится вот за этой, казалось, шумопоглощающей оградой? Или что мы видим из окна во дворе этого респектабельного дома? Что находится здесь? И здесь? Как на картинах французских импрессионистов мы увидим мазки, в современной европейской жизни все это можно обнаружить без труда. Эти балконы находятся совсем рядом, во дворе, и базары, прямо скажем, не для телевидения. Почему квартиры европейского города утеплены не стеклом, как у нас, а целлофаном? Почему европейцы отапливают высотные дома дровами? Зачем в свободной Европе такой повсеместный контроль за человеком со стороны всевозможных устройств и механизмов? Наконец, почему в лесу выстроилась очередь в туалет? На эти вопросы лучше получить ответ нам самим, побывав в Европе раньше, чем там окажется государство. Мы имеем очень большие проблемы. Если бы не было у нас наличных денег, мы вообще эти деньги не можем снять. Это безобразие, когда нас уверили, что этой карточкой мы можем получить везде деньги. И тут смеются просто, что... Сейчас очень много людей покупают лотерейные билеты и играют в скачки. В общем, знак того, что не хватает денег. Меня удивляет то, что СССР при железном занавесе экспортировал больше товаров в Европу, чем сегодня в свободном рынке. Для того, чтобы заработать на жизнь, надо работать каторжно. И об этом нигде не показывают. Могут показать только какие-то там рекламные трюки, где хорошо, как в раю живут люди. А на самом деле простые люди очень много работают для того, чтобы выжить. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прошлом году приехал отдыхать в отель Метерлинг. И ему захотелось заказать в аренду Остин Мартин Каприолет. Так как в Монако в аренде всего лишь один Остин Мартин Каприолет, и он был занят. Ему притолагались Бентли, Ламборгини, Феррари. Он отказался. Ему гнали из Швейцарии. 35 тысяч евро в неделю стоила аренда Остин Мартин. Весь день он звонил и распоряжался. Вы что, не знаете, что Юля сказала? Вы что, не знаете, что это распоряжение Юли? То есть он вел политику по телефону с Лазурного берега. Разъезжаю в Остин Мартин за 35 тысяч евро аренду в неделю. Парта Кривин. Трогово виттал Хриды. На путе членов в Европейском Союзе та НАТО. Беспредел. Беспредел. Всемирная торговая организация, Европейский Союз и НАТО. Эти далекие аббревиатуры принесут нам благополучие и богатство. Но своих европейских соплеменников они уже сделали беднее. Это подтверждают 75% европейских граждан. Директор Европейского института мировой социологии господин Гаспарини говорит о том, что государства Юго-Восточной Азии, Китай, Индия и Россия своими ресурсами уже давно переместили Центр экономических интересов далеко на восток от Европы. Это говорят европейцы. А что в Киеве? А в Киеве повторяют экономические модели Восточной Европы, где торговля землей стала главным приоритетом. Мы честные люди подолаем всех, и нехай запануя радийский смех. Вы видите, что получилось с вашим Советским Союзом? Ведь он развалился, как карточный домик, потому что там начал работать капитал, и интересы народа никто не защищал. Поэтому он развалился без всяких военных интервенций и военных действий, и люди потеряли веру в будущее. Люди Европы тоже потеряли веру в будущее Европейского Союза. Главное на этом этапе, мы потеряли свой нейтралитет и частично независимость. И мы сейчас находимся, грубо говоря, под колпаком Европейского Союза. И мы не всегда можем свою политику австрийскую проводить так, как полагалось в своей стране. Все заводы, все фабрики и тяжелая индустрия, все приватизированы. Первое время все думали, что это хорошо, что это действительно будет бум экономического роста. Но на самом деле это превратилось в то, что все заводы скуплены капиталистами, и отток капитала ушел в другие страны. А эти заводы все стали. Муссируется вопрос о том, чтобы приватизировать даже воду. Обратите внимание, европейское государство в составе ЕС теряет независимость, сокращает собственное производство, раздает национальное богатство иностранцам, позволяет снизить уровень жизни своих граждан. И об этом говорят граждане ЕС. Кто спешит в Европейский Союз? Если мне выбирать оставаться здесь или отправиться жить в Восточную Европу, то я, наверное, выбрал бы Восточную Европу. Насколько я знаю, люди из Восточной Европы, они больше друг друга поддерживают, они более душевные. Чем больше стран войдут в ЕС, тем богаче будет ЕС. Украина может внести большой вклад, так как там много образованных людей. При вступлении в Европейский Союз стран бывшего Советского Союза нам будет выгодней. Мы вас ждем! Целую ночь славейно насвистывал, Город молчал. Город молчал, и молчали дома Белые акации, Город молчал, и молчал, и молчал, и молчал, и молчал. Ночь напролёт нас сводили с ума Белые акации, Грузья душистые, ночь напролёт Нас сводили с ума. Сад весь умыт был весенними ливнями, В тёмных оврагах стояла вода. Боже, какими мы были наивными, Как же мы молодых были тогда. Воды промчались, седыми нас делая, Где чистота этих веток живых. Только зима до метели-то белая Напоминают сегодня мил. Только зима до метели-то белая Напоминают сегодня они. Голландцам гораздо выгоднее продавать свою землю муниципалитету и покупать на эти деньги в 20 раз больше земли для своего хозяйства в Восточной Европе и надеемся в Украине. В Европейский Союз Украина должна вступить без враждебных ноток, с добротой и с искренним желанием. Сейчас людей там собирается все больше и больше, перекрыли центральный и запасной выход. Поэтому сейчас самое главное, говорят, просит помощи поддержать. Машина задержанная, милиция пока вроде не вмешивается, но они побежали за ОМОНом. Они сейчас боятся, почему? Потому что не могут не выйти, не решать свои задачи. Даже переодеты их отлавливают. Поэтому они стараются быть в санатории. Да, американцы переодеты, люди узнают, потому что они подстрижены. Здесь и стрелковое оружие, и боеприпасы, и патроны, и еще неизвестно что. Нет сомнения, что нарушена Конституция и законы Украины, и нарушен суверенитет Украины. Поскольку без разрешения Верховной Рады на территорию Украины вошли иностранные войска, завезена военная техника, боеприпасы и вооружения. В июне 2006 года 2,5 тысячи морских пехотинцев НАТО не только высадились в Крыму, но и выгрузили вот эти контейнеры, на которых написано химическое и бактериологическое оружие. Здесь гранатометы и винтовки М-16, а также много других вооружений. А сюда кто-то вывел недовольных крымских татар. Это совпадение. В целевом плане Украина-НАТО в 2006 году стороны подписали. Независимая Украина должна реформировать национальный сектор безопасности в соответствии, то есть в зависимости от стандартов НАТО. Украина приветствует помощь НАТО в уничтожении украинских вооружений и зенитно-ракетных комплексов. Служба безопасности Украины обеспечит защиту информации НАТО от кого бы вы думали, от органов власти Украины. Украина должна активизировать свою роль в составе НАТО в Ираке, Афганистане, Судане, в Косове, конечно против православных. В Приднестровском конфликте выступить на стороне Молдовы. Украина присоединится к обязательствам стран НАТО в Черноморском регионе, конечно против России. Украина должна вступить в СОД. Украина обязуется провести реформы по рекомендациям МВФ и Мирового банка. Это то, что сделало Латинскую Америку бедной. Украина усилит границы совместно с правительством США. Естественно, границы с Россией. Все это, как и многое другое, конечно же, за счет украинского бюджета. Кудьба Америки! Позор президенту, опустившему оккупацию нашей Родины! Вчера мы наблюдали, как чистилась взлетная полоса, ее красили, убирали. Там было очень большое количество людей. То есть все идет к тому, что взлетную полосу подготавливают к приземлению самолета. Вторжение – это агрессия, по сути дела. Надо ли нам Америка здесь, на нашей земле? От них никогда хорошего ничего не было. Возьмите Ирак, Сербию, Югославию. То есть они еще в 60-х годах приняли доктрину, по которой они окружают Россию цепочкой государств со средней и малой степенью нестабильности. Ну, то есть это Кавказ, это теперь ныне Украина. Когда пришел тут оранжевый президент, разделился народ. Этот проскоп все более усугубляется. Ор entertained войны. 22 июня 2006 года, в день нападения на нашу страну фашистской Германии, Впервые в истории страны ни один руководитель государства не возложил цветы к памятнику славы в Киеве. Впервые в истории страны ни один руководитель государства не возложил в Киеве. Метою цих дій було стримати прорив радянської армії. 1-українську дивізію переведено на праве крило для протистояння ударам радянських військ. Напроти дивізії були розташовані радянські частини, що належали до 3-го українського фронту. В середині квітня 1945 року дивізію було підпорядковано 6-й армії під командуванням генерала танкових військ Германа Балька, а далі вона потрапила у розпорядження 4-го танкового корпусу СС під командуванням обергрупенфюрера зброї СС Герберта Гиллера. Бої у Австрії, що їх 1-я українська дивізія провела проти регулярних радянських з'єднань, були успішними. Дякую за перегляд! У разі офіційної капітуляції Німеччини дивізія негайно пробивається в тил до англійців та американців. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Україна! Україна! Дякую за перегляд! Часи, коли в соседних государствах телевидение приостановило показ развлекательных телепрограмм и всевозможных страстей, все украинские телеканалы, как по команде, бесновались. Смотрите, как они демонстрирують православному населению свое неуважение к Святой Апостольской Православной Церкви. Дякую за перегляд! Девушки отдыхают Христос рождается Древним книгам Киевской лавры почти столько лет, сколько православной цивилизации. По этим книгам учились дети в Киеве, и, как нетрудно догадаться, они написаны на том языке, на котором разговаривали в Киеве. 11 век, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 века. По какому-то странному стечению обстоятельств, ни в одной исторической книге аж до 19 века произведений на языке, который сегодня называется украинским, в Киево-Печерской лавре, главном хранилище культуры Киева и киевлян, не наблюдается. А это значит, что либо украинский язык был тысячу лет в подполье, чего не происходило ни с одним языком мира, либо его просто написали позже. Когда-нибудь ребенок очередного президента спросит, если язык был гоним и был в подполье, почему история не сохранила ни одного подтверждения, скажем, в настенных или наскальных надписях, как у индейцев? А может языка никогда не было? А был диалект, как у баварцев? А может поэтому в последние годы и появилось такое огромное количество новых слов на украинском телевидении, которые даже идол украинства Тарас Шевченко не применял по причине их непонятного происхождения? Я бы пожелал украинцам никогда не пользоваться услугами американцев и европейцев. Голландское правительство очень много слушает Вашингтон и Брюссель и не думает своей головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова